Это итоговый выпуск программы «День с толком». О самых ярких событиях этой недели вам расскажу я, Ирина Корчагина. А начнем с громких уголовных дел. Владелица батута, на котором два года назад в Барнауле две девочки получили серьезные травмы, ужесточили приговор. Напомним, 30 мая 2021 года из-за резкого порыва ветра батут поднялся в воздух. В это время на нем были два малолетних ребенка, которые сильно ударились при падении на землю. С тяжелыми травмами девочек доставили в больницу. После происшествия суд приговорил предпринимательниц к трем годам лишения свободы условно. Также она должна была выплатить по искам потерпевших более 4 миллионов рублей. Прокуратура края сочла приговор слишком мягким. Суд с этим согласился и вынес еще одно наказание. Теперь женщина два года не сможет развлекать людей. Увеличили компенсацию морального вреда до 7,5 миллионов рублей. А далее о громком судебном процессе, который длится уже почти 6 лет. На этой неделе в Кемерове прошло очередное заседание по делу об издевательстве в детском саду «Хэппи Бэби». Родителям пострадавших детей удалось добиться отмены приговора для воспитателей. У суда высшей инстанции возникли вопросы. Подробнее далее. Поробка соционного Кемеровского суда родители пострадавших обивают уже не первый раз. Для многих это единственная надежда на независимый приговор обидчикам их детей. Напомним, с момента разоблачения воспитателей детского сада «Хэппи Бэби» прошло уже почти 6 лет. Все эти годы родителям приходится доказывать, что на этих кадрах их детей бьют и истязают. Камеры зафиксировали более 300 эпизодов издевательств. В декабре 2021 года Центральный район и суд Барнаула огласил приговор воспитателям. Но вместо реального срока подсудимые получили условные. Уделенные родители обратились в апелляцию. Но и эта инстанция оставила приговор практически без изменений. Они осуждены по статье истязания. Санкция этой статьи от 3 до 7 лишения свободы. Там невозможно назначение условного наказания. Тем не менее, суд, несмотря на то, что 4-5 лет назначил им, назначил условно. Такого не может быть в законе, что если статья не предусматривает условного наказания, суд его назначил. Кассационный суд усмотрел, что в Центральном суде не в полной мере учли характер, эпизодичность и длительность преступлений. А также отменили пункт «Преступление, совершенное группой лиц». А суд апелляционной инстанции в свою очередь эти пробелы проигнорировал, считают родители детей. Сложилась вопиющая ситуация, потому что между судами возник спор, что законом недопустимо. И в данном случае мы, конечно, надеемся, что Алтайский краевой суд внимательно изучит материалы уголовного дела, даст им правовую оценку всем доводам кассационных жалоб и кассационного представления прокуратуры. На сегодняшнем заседании по решению кассационного суда приговор воспитательницам удалось отклонить. Но предстоит еще долгий пересмотр дела. Родители надеются на независимость правовой оценки. Напомним, в истории с элитным детским садом пострадали 15 малышей. Многие из них уже пошли в школу, но у некоторых остались психологические нарушения. А воспитатели спустя несколько лет свою вину так и не признали. Родители продолжают добиваться реальных сроков для сотрудников детского сада. Мария Мацева, День с толком. У фермера в Первомайском районе кто-то сжег всю сельхозтехнику за одну ночь. Мужчина лишился всего. Недалеко от поселка Волга Первомайского района неизвестные подожгли 7 единиц техники. Тракторы и комбайны принадлежали местному фермеру. Предварительно установлено, что действия носили умышленный характер. Расследование уголовного дела о поджоге будет контролировать прокурор Алтайского края Антон Герман. Ущерб составляет 4 миллиона рублей. Следователи завели уголовное дело. Сейчас ведутся оперативно-розыскные мероприятия. А между тем фермер обратился ко всем, кто может помочь ему с техникой, чтобы вовремя убрать урожай. Впрочем, и сеять новый тоже нечем. Подготавливать землю нечем. Уборка на площади примерно 60 гектар азимы пшеницы, 140 гектар яровой пшеницы, около 100 гектар гречихи, 80 гектар овса, 30 гектар овсой. Убирать нечем. Я хочу обратиться к вам за помощью. Как и многие, для работы Алексей использует кредиты, платить которые будет нечем, если урожай не собрать. Фермер просит неравнодушных оказать посильную помощь, в том числе, если у кого-то есть свободная техника. Ограничить время работы пивных магазинов до 23.00. С таким предложением на заседании Городской думы в пятницу выступил начальник МВД России по Барнаулу Александр Майдеров. Предложение касается заведений, которые находятся в жилых домах. Поводом для такого предложения стали многочисленные жалобы людей на шум от пивных магазинов. Каждый день поступает порядка 600 сообщений. Обычно это жалобы на громкую музыку, драки или на оставленный мусор. По словам Майдерова, если ограничить время работы и воплотить этот механизм в жизнь, то порядка в городе будет больше. Напомним, на сегодняшний день в Барнауле работает 850 магазинов разливного пива. Некоторые закрываются после 23.00, а кто-то работает круглосуточно. Продажа алкоголя в Алтайском крае разрешена до 21 часа, однако в кафе и в пивных такого ограничения нет, при условии, что распитие будет тут же на месте. Однако многие петельные заведения отпускают хмельной продукт на вынос. И к другим темам. В Топчихинском районе девушка, погибшего на СВО бойца, не может добиться установления отцовства на маленького сына. Пара ждала ребенка и планировала свадьбу в октябре прошлого года. Но мужчина, так и не успев вернуться домой, погиб под обстрелами. Сейчас девушка через суд пытается признать отцовство. В этом ей помогает мать погибшего. Женщина хочет, чтобы внук носил фамилию ее сына. Подробнее в сюжете. Этот жизнерадостный малыш – единственное, что осталось в напоминании о любимом парне для Анастасии. Девушка была беременна, когда ее жених Евгений героически погиб на СВО. Пара планировала пожениться в октябре прошлого года. Парень ждал отпуск. Но до возвращения к семье не хватило пары дней. Колона, где был Евгений, попала под обстрел. Парень так и не успел узнать пол будущего ребенка. Он очень сильно хотел ребенка. Безумно. Мы все думали, что будет девочка. Он ждал прям девочку. Я говорю, я не буду узнавать, кто. Когда ты приедешь, мы вместе потом откроем бумажку и прочитаем, кто это будет, чтобы вдвоем узнали. Но не получилось. 30 сентября он погиб. И вот на второй скрининге ездила одна. Денис родился в феврале. Для бабушки Татьяны он стал единственным внуком и связью с единственным погибшим сыном. Я просто заплакала. А потом, когда пришла в себя, что это мой внук. Это частичка жени. Это дальнейшая смысл жизни. Но из-за того, что пара не успела узаконить отношения, девушка уже полгода вынуждена ходить по судам и добиваться установления отцовства на ребенка. Рассказывает, выплат не требует. Получить их все равно невозможно, так как пара не была в браке. В таком случае малышу положено лишь стандартное пособие по потере кормильца. И это необходимо доказать. Но, добавляет девушка, ей важнее, чтобы сын знал своего отца. Того же хочет и мать погибшего. Я хочу, чтобы у меня внук носил мою фамилию, чтобы в метриках у него, Женя, записан был отцом. Чтобы все это было на законных основаниях. Девушка предоставила в районы суд доказательства. Согласие матери погибшего бойца на отцовство, переписки, где Евгений говорил, что ждет ребенка, а также совместные фотопары и помолочное кольцо. Юристы добавляют, в подобных ситуациях таких фактов бывает достаточно. Однако суд Топчихинского района их отклонил и потребовал проведения генетической экспертизы. Ну а сами вы не пытались сделать экспертизу? Она недействительно будет. А почему? Нам секретарь так ответила. Если мы сами сделаем экспертизу и им предоставим, то это будет недействительно. Юристы признают, что генетическая экспертиза хоть и имеет решающее значение. Однако процедура эта не из дешевых, а 30 тысяч и выше. Не каждая мать может ее оплатить. У нас такая непростая ситуация в стране и таких случаев, я предполагаю, что будет много. И здесь проблема не в том, что мы, скажем так, у нас мнения разделились относительно необходимости проведения генетической экспертизы, а ввиду того, что мы обратились к данным заявлениям в марте 2023 года. На дворе конец августа. По настоящее время у ОНССИ есть неопределенность. То есть это долгий путь до обжалования определения, потому что все-таки, правда, на нашей стороне. Люди опускают руки и идут в исковом производстве, платят деньги за экспертизу. После долгих прений Топчихинский суд все же назначил экспертизу и за счет федеральных средств. Но все эти ожидания стоили нервов, рассказывает девушка. Со дня на день семья ждет, когда им, наконец, сообщат дату ДНК-теста, чтобы в свидетельстве о рождении малыша, наконец, появились фамилия и отчество любимого парня и сына. Мария Моцева, Дмитрий Денисов, День с толком. Накануне в Барнаульской городской думе состоялось заседание в центре повестки внесения изменений в бюджет города на текущий 2023 год. Депутаты единогласно поддержали выдвинутые предложения. Продолжит Валентина Аскерова. Начальник городской полиции Александр Майдеров на заседании городской думы отметил, что преступность в Барнауле за последние полгода снизилась, а уровень раскрываемости дел повысился. В качестве приоритетных реализовывались мероприятия по раскрытию, расследованию тяжких и особо тяжких преступлений, противодействию экстремизму, незаконной миграции, защите интересов в сфере экономики, профилактики правонарушений. После доклада защитника правопорядка депутаты приступили к пересмотру городского бюджета. Председатель комитета по финансам Ольга Шернина отметила, что объем доходов бюджета уточнен в части межбюджетных трансфертов. Дополнительную финансовую помощь направят на следующие мероприятия. На оплату труда работников муниципальных учреждений, со строительства школы в квартале 2011, для частичного оплату стоимости путевых в загородные лагеря отдыха, на проведение капитального ремонта и антитеррористические мероприятия в учреждениях образования. Федеральные средства на строительство двух школ в Барнауле отозваны. Причина на поверхности. Объекты нереально построить и ввести в эксплуатацию в течение одного года. Поэтому эти деньги были возвращены. Но в дальнейшем мы предполагаем, что, конечно же, эта работа будет сделана по нацпроектам. Но при этом я бы хотела отметить, что мы получили деньги из регионального бюджета и достраиваем школу на взлетные 56. И здесь строительство школы за три года у нас стоит более 900 миллионов. И здесь мы вкладываем и краевые деньги, и городские. Что касается в целом объема доходов городского бюджета, то цифра превышает 25 миллиардов рублей. Расходы – 26 миллиардов. Дефицит бюджета не увеличился. Остался на уровне прошлого года – 1 миллиард 400 миллионов рублей. Муниципальный долг в этом году, как собственный, на протяжении многих лет отсутствует. На заседании депутаты уделили внимание инициативному бюджетированию. Речь идет о порядке выдвижения проектов. Сегодня мы вносим такую поправку, что один проект, стоимость одного проекта не может превышать 10% от запланированных средств на год. Вот я вам озвучила 50 миллионов на следующий год. Следовательно, проект не должен превышать стоимости 5 миллионов. Это мы говорим с вами о бюджетных деньгах. Увеличены расходы на переселение людей из аварийного жилья, продление контракта на пассажироперевозки, содержание дорожной сети в зимний период, а также капитальный ремонт образовательных учреждений. Валентина Аскерова, Владислав Ковалев. День с толком. Государственная экспертиза на неделю одобрила проект нового терминала Барнаульского аэропорта. Он будет предназначен для перелетов внутри страны. Прежнее здание, которое было построено в далеком 67-м году прошлого века, планируют переориентировать на международные рейсы. Согласно проекту, который одобрила госэкспертиза, новое трехэтажное здание возведут в юго-восточной части аэропорта Барнаула, благоустроят привокзальную площадь, установят скамейки, освещение, обустроят парковочные места. По плану, с прогнозом до 35-го года терминал будет обслуживать 834 тысячи пассажиров ежегодно, а его пропускная способность составит 600 пассажиров в час. Ну а мы переходим к другой теме. На этой неделе мы рассказывали о необычной дорожной ситуации на улице Власихинская. По словам водителей, один из участков могут облюбовать автоподставщики. На что стоит обращать внимание, расскажет мой коллега Данил Кузнецов. Типичная картина. Водитель ждет, пока его пропустят с выезда из частного сектора на оживленный участок Власихинской, между Ленточным Бором и Фурманово. Однако ждать должны остальные, а не он, как это недавно выяснилось в одной мартовской аварии. Двигался, никого не трогал. Внезапно удар с правой стороны. Человек выезжал с проезда, как назвать, с леса. Названий улицы там нет. Ударил меня в правую часть автомобиля, после чего автомобиль откинуло, и встретились мы со столбом. Ущерб составил примерно 300-400 тысяч. В ГИБДД долго не могли прийти к единому мнению. Тем временем Антон с юристом подали запрос в администрацию по дорожному хозяйству по поводу плана улицы. Несколько лет назад проводилась полная реконструкция улицы Власихинской. Но она должна была проводиться на основании утвержденного плана, плана организации дорожного движения, то бишь со знаками, что должно было быть у них. Но ответ получен, что, дескать, такого плана нет. В настоящее время знаки приоритета на улице Власихинской в районе здания номер 68 не установлены. Данные работы включены в план работ на текущий год. Учитывая, что покрытие автомобильных дорог усовершенствованное, данный перекресток является пересечением равнозначных дорог. ГИБДД, основываясь на ответе администрации, признала виновным Антона по правилу правой руки. Несмотря на то, что другой участник ДТП сам сознался в своей ошибке. Вся, кроме одной улицы, Олейской, там почему-то установлен знак второстепенной дороги, датирующейся 20-м годом. Хотя отличия от других проездов минимальны. Выходит, что теперь почти все асфальтированные дороги, ведущие из частных секторов на отрезок между Ленточным Бором и Фурманово, можно считать главными. Не исключено, что это место могут облюбовать автоподставщики. Данил Кузнецов, День с толком. Жители квартала Мичурин парк подозревают управляющую компанию фальсификации подписей. Не так давно мы уже рассказывали, что люди недовольны обслуживанием действующей УК и хотят ее сменить. Однако, по мнению жильцов, УК провела свое собрание, в котором набрала большое количество голосов за ее сохранение. Но жильцы единогласно утверждают, в документах они не оставляли свои подписи и уже обратились в прокуратуру. Продолжит Мария Мацаева. Мы исправно платим по счетам, но не можем рассчитывать на элементарные вещи. Заваленные мусором контейнерные площадки, сломанные травмоопасные детские комплексы, разрушенные тротуары и фасады, сорняки по пояс, отказ от выполнения ремонтных работ, удаление счетов собственников из системы ГИС ЖКХ, изъятие общедомового имущества, пожарных рукавов, камер видеонаблюдения. Такое видеообращение совсем недавно отправили жители квартала Мичурин Парк в прокуратуру, где пожаловались на ненадлежащую, по их мнению, работу управляющей компанией ООО ЖКИ. Правоохранительные органы сразу же поручили провести проверку. Но, добавляют люди, у них остаются опасения, что действующий УК это не помешает остаться на месте. В июне жильцы уже проголосовали за переизбрание новой, дружественной им УК, это ТСЖ Мичурин Парк, набрав 60% за, на что ЖКИ инициировало свое переголосование. Пока инспекция строительного и жилищного надзора не внесла дома в реестр лицензии, избранную УК Мичурин Парк, ЖКИ инициировало новое голосование, якобы собрав 99 голосов собственников. Мы уверены, что результаты голосования фальсифицированы. Жильцы уже выразили свою волю, сказали о том, с какой управляющей компанией они желают идти дальше, и поэтому данное голосование было очень странно видеть. Управляющая компания разложила бланки по ящикам, и вот все время, когда проходило голосование, эти бланки там и пролежали. То есть, в принципе, из этого следует, что никто за ЖКИ не голосовал. И когда опубликовали результаты, люди были шокированы, увидев там не свои подписи. Вот наш подделанный бланк, никаких реквизитов на собственность. Далее идем, вот она, подделанная подпись. Давайте сравним, какая у хозяйки данной квартиры. Люди стали обращаться в краевую прокуратуру. Там нас приняла женщина, ну там один кабинет для приема граждан. Была очень удивлена, она почему-то подумала сначала, что это какой-то, ну, единичный случай, когда я сказал, что там это тысяча-полторы бланков, фальтификация, она была очень удивлена. А кто-то даже удивился ошибкам в написании имени в бланке. Квартира, конечно, моя совпадает на бланке, но указано ни мое имя, ни мое отчество. Я Татьяна Анатольевна, здесь какая-то Анна Викторовна проголосовала за них за. Поэтому здесь не только как бы подделали мою подпись, здесь, в принципе, весь документ можно считать недействительным. Мы сейчас верим, как я расписываюсь и пишу вообще. Подпись однозначная. Ладно, если там фамилию, можно за меня написать. Юристы рассказывают, подобных случаев в их практике немало. Только по индустриальному району рассматривается более 10 аналогичных дел. Но в настоящий момент не существует единой правовой практики по их решению. Куда тяжелее добиться возбуждения уголовного дела. Ведь того, кто, возможно, поставил чужую подпись, найти практически невозможно. Зачастую невозможно просто-напросто установить лицо, которое это сделало. И, наверное, это делают не сами управляющие компании. То есть, наверное, есть некие граждане настолько смелые, которые готовы такого рода услуги, в кавычках, оказать заинтересованной управляющей компанией. Но на сегодняшний день это не закончилось приговором суда и не закончилась передача уголовного дела в суд. И даже, насколько я знаю, и уголовные дела-то не возбуждены. То есть, это вот все на стадии доследственной проверки остается. Также, подчеркивают юристы, в тупик зачастую заходит и почерковеческая экспертиза. У многих простая подпись, какая-то просто небольшая. Соответственно, элементов мало, исследовать очень мало материала остается. И тогда это называется в профессиональной среде НПВ. Не представляется возможным однозначно высказаться. Но в данном случае, добавляют эксперты, необходимо брать массовостью. Не бояться доказывать, что подпись не соответствует настоящей. Активно давать показания и участвовать в проверке. Добиваться, не бояться, идти до конца. Требовать от органов внутренних дел, возбуждения уголовных дел, проведения проверок. Мы обратились в управляющую компанию. Они пообещали в ближайшее время предоставить нам свое видение этой ситуации. И отметили, что готовы уступить место новой УК, если жилищная инспекция примет соответствующее решение. Мы будем следить за развитием ситуации. Мария Мацаева, Владислав Ковалев. День с толком. Не паниковать и подходить к принятию решений с холодной головой. Такой совет дали эксперты жителям края, которые вновь задумались, как сберечь и приумножить свои деньги, учитывая, что доллар и евро бьют рекорды. Впрочем, как и цены на недвижимость. Так стоит ли инвестировать свои средства? Как это делать правильно? И какая сумма подойдет для этих целей? Знатоки финансового рынка поделились своим мнением за круглым столом в рамках проекта сибирской медиагруппы «Время трендов». Подробнее в сюжете. Если есть свободные денежные средства, и сейчас вы ими не собираетесь как-то распоряжаться, то, конечно же, лучше, чтобы они не лежали под подушкой, а именно приносили по возможности определенный доход. Но надо к этому подходить осторожно. Все-таки финансовый рынок – это риски. Ответ экспертов очевиден. Лежать деньги не должны. Депозиты, а иными словами, вклад в банки с определенным процентом, если и не сделает вас богаче, то, по крайней мере, сбережет накопление. Можно также вложиться в облигации или в акции самых разных компаний. Но в данном случае без специалиста-дилетанту не обойтись. Нужен тот, кто посоветует, куда именно инвестировать, чтобы заработать и не прогореть. Еще недавно многие эксперты рекомендовали покупать иностранную валюту. Сейчас с этим сложнее. С точки зрения купить доллар и этот доллар куда-то инвестировать, сейчас становится крайне сложной. И риски в этом очень большие. А инструменты, которые классические валютные, обсуждали не так давно, в части юаня, то, что появляются какие-то другие валюты, они еще только строятся. Хорошим вложением во все времена была недвижимость. Вкладываться в нее можно. Но прежде чем все свои сбережения нести застройщику, тоже стоит хорошенько подумать, советуют специалисты. Самое главное, действительно, это просчитать сроки, когда тебе могут понадобиться деньги. Если ты понимаешь, что они тебе нужны в течение полугода, то недвижимость точно для этого не подходит. Важно именно держать голову всегда холодной, иметь рядом консультантов и понимать, собственно, чего хотели бы добиться. Заработать на этом, сохранить капитал, получать рентный доход. И это все разные стратегии. Если это, например, 100 миллионов рублей, то, безусловно, я бы рассмотрел недвижимость за рубежом обязательно. С долларовой доходностью процентов 8 на текущий момент. Те же Эмираты. То, что мы сейчас активно клиентам предлагаем с такими капиталами, это раз. А второе, предложил бы облигации валютные наши. Тоже в районе 7-8% каких-то крупных компаний. Дискуссия за круглым столом возникла после вопроса, какую сумму можно инвестировать. Ведь многие жители края сейчас располагают совсем небольшими средствами. В прошлом году мы говорили, что это минимум 100 тысяч лишних денег. Тогда ты что, какие-то варианты можешь рассматривать и можешь думать о каком-либо доходе. Большинство, так сказать, располагает лишь этой суммой. Причем это не лишние деньги у людей. Если он на депозите лежит, это не лишние деньги. Это определенная страховка от того, что у него там работа будет потеряна, или у него сдельная работа, он не заработает нужную сумму. Там масса факторов личностных может сыграть роль. Между тем, по статистике, жители края открыли более 400 тысяч брокерских счетов, чтобы инвестировать самостоятельно. 10 тысяч человек доверили управление своими деньгами профессионалам. Правда, и они за свои услуги берут вполне приличный процент. Резюмируя обсуждение экспертов, добавим к сказанному. Если у человека свободных средств немного, депозит в банке – лучшее вложение. Если сумма накопления от 3 до 5 миллионов, можно приобрести за границей хорошие автомобили, его цена тоже будет расти. Недвижимость, жилая или коммерческая – тоже вариант. Но прежде чем вкладываться, все за и против, нужно взвесить основательно. Теана Голубева, Дмитрий Денисов, День с толком. Выступление известных музыкантов, театрализованное представление, гастрофестиваль, спортивные соревнования и по традиции фейерверки. Чем еще будут удивлять барнаульцев и гостей краевой столицы в День города? Об этом стало известно на неделе. Подробнее в сюжете. День города Барнаула традиционно обещает быть насыщенным. Культурная программа, спортивные соревнования и более 120 интересных локаций по всему городу, как в центре, так и в районах. Большим подарком для барнаульцев станет выступление известных музыкантов. С 17 до 18 будет выступать на главной площади и на главной площадке группа Дианы Завидовой, город Москва. Значит, с 18 до 19 часов группа Фогель, Барнаул. Город Барнаул на празднование дня города приедет, будет выступать группа с таким названием Рви Меха, города Новосибирск. Очень такая позитивная, интересная группа. С 20 до 21 часа на главной площади группа 7Б Москва. И в завершении праздничной фестивальной программы у нас с 21 до 22 часов выступит известная российская рок-певица Ольга Кармухина. Кстати, музыкальная программа – подарок патриотического фестиваля «Русское лето», который проведут в рамках празднования. В историческом центре города под эгидой «Барнаул. Путешествие со вкусом» состоится гастрофестиваль, квест, конкурс «Лучший флорист» и, конечно, никуда без изюминки. Одно из фишек, наверное, которую стоит подчеркнуть в этом году, это то, что часть мероприятий будет у нас проводиться с учетом стилистики такого направления фантастики, как стимпанк. 260 лет назад Иван Иванович Ползунов изобрел паровую машину. Соответственно, мы на основе предложений подготовили в техническом задании часть мероприятий, которые будут подчеркивать тематику паровых двигателей и паровых машин. Актеры, танцоры, живые статуи, арт-объекты – все это поможет погрузиться в атмосферу того времени. Спорт не отстает от культуры. На площадке около Дворца Титов-Арена проведут фестиваль ГТО, Куба города по уличному баскетболу 3 на 3, спортивные соревнования и даже организуют скалодром. Будут работать две площадки для людей с ограниченными возможностями здоровья. Еще четыре площадки спортивные будут проведены вне главной площадки площади Сахарова. Это Гребной канал, Водный мир, Сквер химиков и площадка Ранхикс. Но завершением спортивной разнообразной площадки будет межрегиональный турнир по смешанному единоборству ММИ. Алтайское сражение 2. В прошлом году мы первый раз провели и в этом году тоже проводим. Конечно, по традиции завершат праздник в 10 часов вечера торжественным фейерверком. Причем салюты прогремят во всех районах города. Юлия Щепина, Дмитрий Денисов. День с толком. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Екатерина